Мы сегодня хотели говорить о запуске в стране преэлекторальной кампании и оценить шансы и перспективы этой работы у партии, которая первой включилась в процесс. Но нам пришлось внести коррективы. После вчерашнего ДТП с участием президентского кортежа нет темы более обсуждаемой. Поэтому начнем именно с нее. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. Я представляю моих гостей, тех, которые добрались сегодня до Полюса и будут вместе со мной пытаться ответить на самые интересные вопросы. Влад Батрынч, исполнительный секретарь партии социалистов. Здравствуйте. Добрый вечер. Анатолий Церану, политолог. Приветствую вас сегодня в студии. Игорь Волницкий, политический комментатор, журналист. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, прежде чем мы начнем обсуждать все детали и нюансы, которые мы можем себе позволить обсуждать в этой ситуации, давайте вначале посмотрим буквально несколько секунд само видео этого ДТП. Вот как это было в воскресенье. Господин Батрынч, вы отреагировали очень быстро и квалифицировали то, что произошло как покушение. Да, потому что... Да, вот мне интересны ваши аргументы. То, что, на мой взгляд, абсолютно очевидно, если отойти от большой политики, в которой вообще ничего случайного не бывает, тем более вот такой напряженный период. Тем более, как вы сами, Людмила, начали передачу, что вы хотели поговорить о шансах и о начале предэлекторальной кампании. То есть, буквально 2-3 дня назад президент объявляет, что он идет на выборы, идет во главе партийного списка партий социалистов. Да, и вот буквально через короткое время происходит подобный инцидент. Практически на второй день после встречи с лидером Приднестровья Красносельским, когда есть повестка дня, как и Дадон не скрывает, что он видит объединение страны в перспективе. За день до этого происходит ДТП с фатальным исходом и погибает премьер-министр Абхазии. Есть и другие аргументы. Вы как-то связываете? Президент готовит очень крупные мероприятия в самое ближайшее время. То есть, это и Всемирный конгресс СМИ, когда приезжает Патриарх Кириллов, очень много всемирно известных лиц. Готовится первый в истории Молдовы, Молдороссийский форум. Приезжает очень серьезный бизнес из России, планируется запуск серьезных инвестиционных проектов. И экономика может встать на другие рельсы. То есть, происходят все эти события. Рассматривать как случайность такой политики в таком региональном напряжении то, что произошло. Но я точно не верю, и как и большинство коллег. Теперь с точки зрения технической, если мы рассматриваем версию того, что это сознательно подготовленный план, сценарий, то вы тогда обратите внимание, что место выбрано очень для них удачно. А именно, это привычный маршрут воскресный для президента, когда он отвозил в этот раз мать в Садово. Маршрут на Садово. Выбран участок дороги двухполосный. То есть, одна полоса в одном направлении, вторая полоса в противоположном. Ну, мы видели, да. С этой ограниченности и плотного трафика, который там всегда традиционно, уже пространство для маневра очень ограничено для водителя автомобиля президента. И при этом, посмотрите, что участвует и провоцирует этот ДТП. Тяжелый груженый грузовик, да. То есть, он перевозил груз. Соответственно, сам этот многотонный грузовик, он уже оставлял мало шансов, что с автомобилем президента будет все нормально. Единственное, спасли, конечно, уверенные действия водителя. Потому что, если вы обратите внимание замедленно на это видео, вы увидите, что он даже в этих условиях одной полосы, он успел вот за долю секунды максимально принять вправо. Тем самым, он избежал вот лобового удара и удар пошел по касательной и выбросил автомобиль за пределы дороги. То есть, фактически, если бы не реагировал водитель вот на эти полметра-метр вправо, то удар уже мог носить абсолютно фатальный исход. И, конечно, в этой ситуации рассматривать это все как банальное стечение миллиона обстоятельств, вот как по Толстому, как он писал, мы в это не верим. И таких случайностей не бывает. Благодарю вас. Господин Церану, вас убеждают аргументы господина Батрынча? И вот, наверное, вы в курсе, да, как целый день обсуждали? Вот немало сторонников у этой версии. Вы знаете, я бы хотел пожелать господину Додону скорейшего выздоровления и его семье, членам его семьи, которые попали в эту аварию. Ну, это вполне естественно. Очень жаль, что это случилось. Точно так же жаль, что я видел по Фейсбуку очень много реакций, которые говорят о том, что наше общество не вполне здорово. Это тоже очень плохо. Это очень плохо. Причем это были реакции известных людей. В том числе известных. Но, к сожалению, было и много неизвестных. Ну, неважно, потому что, в принципе, в нормальном обществе, в здоровом обществе так не реагируют. Ну, всегда находятся маргиналы, но, по-моему, тут немного зашкалило. Теперь в том, что касается покушения. Ну, надо рассматривать все возможные версии. Я думаю, что следствие этим делом займется и выдаст квалифицированный ответ на доказательство, было ли это покушение или нет. Если это было покушение, то очень неквалифицированное, очень, так сказать, детское. Так не покушается. Может быть, хотели испугать, например, Додона, но это еще туда, куда не шло. И потом, опять-таки, такое место поставили бы, купили бы за 2000 лей обыкновенный гранатомет в Приднестровье, и бабахнули бы, и ничего не осталось. Ну, и потом, оставляя в стороне все остальные вещи, возникает несколько вопросов. А сколько? А доколе молдавские сановники будут ездить на государственных машинах по своим собственным потребностям? Что это значит? Отвез маму домой. Это как? Кстати, он заплатил деньги за использование Мерседеса, за использование сопровождения и прочее-прочее в кассу президентуры. Я вспоминаю, как в Германии, то есть, как министр, за то, что подвез отца до аэропорта, вынужден был упадать в отставку на государственной машине. Надо научаться, значит, жить по цивилизованному. К сожалению, наше государство в этом отношении очень еще далека от цивилизованных норм. Я не думаю, что это было покушение, я думаю, что это было, в общем-то, стечение обстоятельств, но в нашей стране, к сожалению, слишком часто встречаются вот эти вот стечения обстоятельств, которые стоят под угрозу жизни людей и их здоровья. Еще раз повторяю, это государство какое-то неурегулированное, в котором не функционируют правила поведения. Которые должны охранять простых людей. Я думаю, что если уже с президентом такое случилось, ну, это уже зашкаливает, просто зашкаливает. Надо заняться этой страной. Я поняла. Единственную очень короткую реплику, все-таки, чтобы наши телезрители поняли, и многие, кто комментирует, когда все-таки рассуждают с позицией того, что вот почему переводят близких и выходной день. Все-таки давайте подходить к вопросу профессионально, когда информируем граждан. В Республике Молдова есть соответствующий закон, который берет под охрану и близких первого лица государства. Эта практика есть во всем мире, в цивилизованных государствах. И это делается для того, чтобы через близких людей, через угрозы безопасности близким людям не могли влиять на политику этого первого лица государства. И поэтому вполне естественно, из-за того, что близкие президенты сегодня находятся под охраной закона и могут передвигаться в том числе и вот этим видом транспорта. Спасибо. Господин Волницкий. Я сегодня прочел мнение известного автоэксперта в Молдове, наверное, может быть, самого известного, господина Михалаки. Он подчеркнул там одну очень важную вещь. Да, он касался многих аспектов этого дорожно-транспортного происшествия, но он сказал одну ключевую фразу «Если бы удар был в лоб, то последствия были бы совсем другие». Мне трудно догадаться, какие могли быть последствия. И, слава Богу, что, конечно, не дошло до таких последствий. С другой стороны, то, что сказал господин Царану, он только коснулся этой темы, если позволить, я приоткрою чуть-чуть скобки о том, что происходило на социальных сетях. Мы наблюдаем за этими феноменами, потому что я и моя команда пишем историю, политическую историю страны, и для нас очень важны такие проявления. Если честно, я вчера ужаснулся. Такого я никогда не наблюдал в истории молдавской политики. Да, кому-то может нравиться Игорь Дадон, как политик, как человек, как президент, кому-то может не нравиться. Но есть определенные рамки, моральные рамки, которые нельзя, я не знаю, переступить. И если бы на месте президента Дадона был бы кто-то другой, например, унионистский политик или проевропейский политик, я бы высказал то же мнение. В нашем обществе должен быть минимум толерантности, минимум корректности и минимум морали. К сожалению, этот случай показал, что наше общество, к сожалению, не обладает такими качествами. И это очень опасно, потому что мы находимся накануне парламентских выборов, накануне избирательной кампании. Если один такой трагический случай показал, какое может быть лицо части нашего общества, это активная часть общества, потому что Facebook, одноклассниками пользуются так называемые активными избирателями, те, которые принято считать мотором, двигателем общества, то что следует ожидать потом? Соглашусь, потому что ситуация страшна еще и потому, что вот эти вещи, о которых говорил и господин Церану, и вы, Игорь, писали еще и лидеры общественного мнения. Те люди, у которых не просто много подписчиков в социальных сетях, те люди, на которых у нас принято равняться. И вот когда эти люди писали откровенные гадости и откровенные пожелания всего недоброго главе государства, вот здесь я поняла, что ситуация на самом деле, она у нас просто критическая. Давайте сейчас посмотрим комментарии небезызвестного вам Николая Старикова. Это общественный российский и политический деятель, потому что ситуацию, которая случилась у нас, вот это ДТП обсуждают не только в Молдове, обсуждают и в других странах. Вот что сказал господин Стариков. Очень непрофессиональная работа службы охраны, службы безопасности. То есть грузовик на полном ходу спокойно таранит один из автомобилей кортежа и таранит и второй. Так что, мне кажется, здесь возникает большое количество вопросов к службе охраны. Это первое. Второе. На первый взгляд это выглядит случайностью, но я хотел напомнить, что речь идет все-таки о главе государства. И как говорил товарищ Сталин, любая случайность с политическими последствиями должна внимательнейшим образом рассматриваться. Я, честно говоря, очень слабо верю в подобные случайности, в которых, слава богу, в этот раз жертв не было, но тем не менее есть пострадавшие. Но, как там говорит история, очень часто устранение неугодных политических лидеров маскируется в том числе и под автомобильные катастрофы. А зная, что ситуация сегодня политическая в Молдове очень напряженная, я не исключаю того, что данное дорожно-транспортное происшествие было вовсе не случайностью. Вот такой вот комментарий от господина Старикова. Ну, я думаю, самое время процитировать самого президента, который буквально через несколько часов в соцсетях написал, что он чувствует себя нормально, но потом нам стало известно о том, что уже и мама его пострадала, и один из сыновей. Вот что по поводу самой аварии он сказал. Все это выглядит странным. Надеюсь, начавшееся следствие даст ответы на эти и другие вопросы, которые возникают. Итак, вопросы у президента по этому поводу возникли. Другое дело, кто даст на них ответы. Господин Батрынч, вы верите в справедливое следствие? Ну, во-первых, я хочу сказать, что почему не банально гранатомет, либо какие-то другие вещи. Ну, я думаю, что наши люди понимают, что мы живем уже в веру других технологий информационных и как-то делается некоторыми спецслужбами. ДТП на дорогах, как правило, это самая распространенная мера, которая организовывается и оканчивается покушением. То есть тогда... ДТП на дороге так, чтобы никто не понял, что если гранатомет, то сразу будет ясно, что покушение. Таким образом, можно это все списать на случайность, подключается соответствующая информационная компания, которая начинает рисовать определенную экспертизу, что это все случайность, мокрая дорога и так далее. Но на самом деле мы все прекрасно знаем, те, кто читаем, интересуемся, что такими вещами просто маскируют определенные политические процессы. И спецслужбы уже давным-давно не работают методом прямого уничтожения, когда кто-то берет потом ответственность на себя. Поэтому в подобные случайности мы не верим. Более того, действительно, я хочу поддержать коллег, то, что говорили, что мы вчера увидели действительно подлинное лицо. Но я бы не хотел все-таки говорить в наше общество, я все-таки верю в то, являюсь оптимистом, часть того, что наши люди все-таки открытые и доброжелательные, портят их политики. Потому что когда политические лидеры начинают устраивать из всего этого какие-то дешевые шоу, там вот как бывший председатель Конституционного суда Александр Танасий, я посмотрел его комментарии, ну это вообще, вот только появилась новость, его первый комментарий в одной из публикаций. Да, я видела. Атаку стату луисломест, да, и какие-то смайлики. Ну подожди, дорогой, на тебя ориентируются люди, ты публичная фигура. И поэтому, когда публичные лица выдают такую реакцию, понятно, что общество настраивается. Я не хочу даже представлять противоположную ситуацию, если рассматривать, не дай бог, вот как сказал господин Вальнинский, да, не дай бог, да, вот кто-то из правых политиков уже давно, за полчаса нарисовали бы ситуацию, что вот и обвинили бы в этом пути на какой-то вселенский заговор. А здесь в данном случае целая армада троллей подключается и говорит, что вот это чистая случайность. Что касается последствия, мне интересно, вот следствие, которое будет проведено. Я думаю, что здесь в первую очередь мы должны ожидать брифинг министра внутренних дел, брифинг, либо соответствующее заключение, либо соответствующий выход публичный генерального прокурора. То есть это следствие должно проходить в максимально сжатые сроки, максимально объективно. И мы, конечно же, хотим увидеть профессиональную экспертизу, мы хотим понять. И предприятие, потому что мы видим, что предприятие, на балансе которого находится этот автомобиль, его руководство, которое имеет определенные политические корни, почему-то поторопились. Мы, кстати, не писали еще, не комментировали, не делали намеков на то, кому принадлежит эта фирма, потому что мы бы сами таким образом выставляли бы в смешном виде вот этот происшедший инцидент. Мы тихонечко ждем. Но, тем не менее, руководство неофициальной этой компании, владельцы, они уже вчера выходили через своих политических представителей и уже торопились говорить о том, что президент должен идти в отставку, и компании это ни при чем. Я думаю, что органы следствия, во-первых, должны провести экспертизу, что касается участка дороги, что касается автомобилей, что касается других участников движения, которых надо установить. Здесь, в первую очередь, если говорить о грузовике и о человеке, который находился за рулем, надо поднять телефонные расшифровки, сообщения, посмотреть коммуникацию, посмотреть, что происходило. Это действительно требует время, но мы рассчитываем на профессиональную экспертизу и на профессиональное следствие, и при этом общество должно быть информировано о ходе этого следствия. То есть рассчитывайте на профессиональное расследование. Господин Саранов, вот мне кажется, этот вопрос сейчас, который я задам по поводу следствия, вы на него будете отвечать еще и учитывая личный опыт, потому что вы сейчас имеете дело с органами нашего правосудия. Насколько я поняла, вы не очень довольны тем, как сейчас все это происходит. Вот в этой ситуации, вообще в нашей стране, мы можем рассчитывать на справедливое расследование? Все говорят о том, что в Республике Молдова жустиция или юриспиденция, все, что касается права, это достаточно проблематичная сфера. Я думаю, что это касается в том числе и следственных органов. Хотя, с другой стороны, я хочу вам сказать, Людмила, что ситуация до банальности проста. Такие случаи на дорогах Республики Молдова сотни. И те люди, которые, я думаю, будут лучшие специалисты из соответствующих служб полиции этим заниматься, через их руки, через их, так сказать, возможности прошло огромное количество таких случаев. Они не могут здесь не дать профессионального ответа. Только если существует политический заказ. В этом случае, да. А во всех остальных случаях, я думаю, что следствие очень простое. Очень простое. Машина выехала на встречную полосу. Создала аварийную обстановку. Нужно посмотреть, с какой скоростью двигался Мерседес. Вообще, кортеж президента, он сейчас соблюдал скоростной режим или нет. И все это вместе даст... Я думаю, что когда говорят о том, что это необходимо было сделать очень быстро, это вполне справедливые требования. Это можно сделать очень быстро. В течение нескольких дней можно провести все необходимые экспертизы и получить совершенно точный ответ. Это было банальное дорожно-транспортное происшествие или там был злой умысел. А вот если уже был злой умысел, тогда полиция в сторону и задействует соответствующие службы. Потому что, ну да, дорожно-транспортное происшествие, но глава государства замешан. Тут уже не шутят. Я бы хотела сейчас сказать, что я когда-то уже занялась вот всей этой темой, тоже много для себя нового узнала. И узнала, например, в отношении скоростного режима. Мне вот сказали, что глава государства не может ездить с маленькой скоростью, его кортеж, именно из соображения безопасности. И тем более останавливаться на светофорах, да, и, значит, вообще останавливаться, если это не предусмотрено. Поэтому вот многие, когда пишут это, я вот хотела... Людмила, я не пытаюсь создать какую-то, так сказать, какую-то ситуацию, которая бы могла бы обвинить президентский кортеж априори. Вот вы не пытаетесь, а многие пытаются, и, знаете, вспоминают о том, что вот Игорь Дадон говорил о том, что вот он не будет с мигалками, не будет ездить на вот этих скоростях. Друзья мои, есть правила безопасности, да? Это закон, во-первых, о безопасности первых лиц. Я понимаю, когда простые обыватели не знают этих законов, ну, нельзя обвинять простого обывателя. Но когда комментируют публичные лица, но они как люди, претендующие на какой-то публичный авторитет, они обязаны знать действующее законодательство. Так вот, есть специальный закон, в том числе и который устанавливает и скоростной режим, и как должны кортежи передвигаться, и то, что движение встречное должно блокироваться, то, что не было сделано органами правопорядка, и вот это есть служба и государственная охрана. Но я не хочу еще забегать вперед, потому что не хочется кого-то сейчас огонь. Господин Господин Петрович, не нужно, вам не нужно. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали господина Кедми по этому поводу. Буквально 20 секунд. Но меня очень выводит из равновесия, когда целый ряд публичных деятелей, экспертов общественных, которые интерпретируют процессы, пытаются это все перевести в банальный вопрос, с какой скоростью двигался кортеж. Я отвечу, потому что любой, может, сотни тысяч просмотров это видео, была видна мокрая трасса и как двигался президентский кортеж с нормальной адекватной скоростью. Было видно, что грузовик вышел, вышел на встречу буквально за пару десятков метров. Вы такой специалист, что можете на спидку сдать оценку? Нет, я изучал и советовал с экспертами. Да при чем я взял и советовал с соцэкспертом? С какими экспертами вы советовали? Я юрист по образованию, изучал в том числе уголовное право. Вы что, специалист? А вы специалист, когда вы говорите, что кортеж двигался с высокой скоростью? Я сказал, что нужно изучить. Давайте, друзья мои, давайте не будем спорить. Почему вы так испугались? Но вы тоже говорите почему-то, что только о скорости. А то, что грузовик вышел за разделительную полосу, за сплошную, которую нельзя пресекать по правилам. А то, что у грузовика не было тормозного пути, и он вышел на встречу кортежу за 20 метров. Если мы можем предполагать, да, двигался быстро бы кортеж, его не увидел водитель грузовика, потому что он издалека. Это одна ситуация. Но здесь невооруженным глазом видно, что грузовик не мог не видеть эти автомобили, и он за 20 метров вышел на встречу кортежу. Я хочу все-таки сейчас попытаться предоставить слово господину Кедми, до которого я сегодня дозвонилась, и объяснив ему все, что у нас сегодня происходит. Он видел видео, и у него есть свои соображения по этому инциденту, как должны были работать все службы. Давайте послушаем господина Кедми. Сам факт того, что встречная машина могла поразить машину президента охраняемого лица, говорит о недостаточной организации самой охраны. Дело в том, что охраняемое лицо никогда не может быть первой машиной или второй машиной. Всегда впереди должна ехать охрана и полиция. Полиция должна ехать также на расстоянии еще несколько метров, несколько сот метров перед всем этим кортежем. Если это узкая дорога, то есть в встречной полосе можно въехать, тогда проверяется также и наличие машин, которые могут представлять опасность на встречной полосе. И если такие есть, то их просто останавливают и не дают им ехать, пока потешник проехал. Это элементарные вещи при охране, продвигающейся охраняемого президента. Так что то, что произошло, говорит прежде всего о проблеме организации охраны. С другой стороны, кто и как это сделал, для этого нужно больше данных, как следствие, так чего. Вот такой комментарий, то есть он четко говорит, что машина должна быть третьей ехать, то есть должны быть еще в начале, что необходимо делать, если это узкая дорога, что делать со встречными. И получается, что в принципе вот этих вещей, он подчеркнул мне несколько раз, что это все элементарно, это знают все, это делают все. У нас вот так вот вышло по-другому. Давайте дождемся экспертизы, но в любом случае грузовик не мог за 20 метров выйти на встречку и при этом не отреагировали должным образом другие машины сопровождения. Но я просто хочу напомнить на минуточку, что пока господин Додон приводился к присяге для вхождения в должность президента, было принято решение парламентом и служба государственной охраны, было переведено под контроль правительства, соответствующее решение было принято по службе информации и безопасности. То есть вначале забрали у президента эти структуры, лишили его полномочий, а сегодня эти структуры не выполнили должным образом свои профессиональные обязанности. Поэтому мы немножко, конечно, скептичны в отношении того, что... Может быть, они не выполняют это даже в отношении, я не знаю, других лиц, в отношении спикера, в отношении премьера. Мы сейчас не можем об этом говорить, но в отношении первого лица вот что произошло. В отношении спикера и премьера мы многие сталкивались, многие вчера критиковали президента, что он якобы ездит, его кортеж с нарушением каких-то норм. Хочу сказать, я пару раз видел, никогда не останавливали встречное движение, во-первых, чтобы не вызывать негатив со стороны людей. Я много раз видел, как встречное движение идет. А в то же время я видел в территориях, когда присутствует в территории кортеж спикера, кортеж премьер-министра, и я видел останавливаемое встречное движение. То есть там по правилам, вы хотите сказать, все делается? Ну, с точки зрения закона нравится людям, и нравится, конечно, это непопулярно. Но в любом случае есть меры по охране и по защите первых лиц государства. И, к сожалению, для людей, которым это не нравится, но в определенной ситуации, когда существуют риски, останавливают эти движения. В случае с президентом мы видели, что движение никто не останавливал. Транспорт двигался с определенной скоростью по встречной полосе. У грузовика была возможность выйти, сманеврировать и выйти на встречную полосу. Тормозного пути не было. И при этом мы видим, что машину президента не сумели прикрыть. Спасибо. Господин Волницкий, ваше мнение? Вот как вам все то, что мы сейчас обсуждаем, да, с точки зрения службы безопасности, охраны? Вы знаете, я, наверное, единственный человек в этой студии. Я даже удивился, что вы меня об этом не спросили, который не раз ездил в таких кортежах скоростных. Поэтому спрашиваю. Когда я работал в правительстве и сопровождал премьер-министра в разные командировки по стране, иногда даже за рубежом, мне всегда не нравилась эта скорость. И я всегда претензии предъявлял. Говорю, если вы хотите, играйте со своими жизнями, жизнью премьера, за которую вы в ответе. Но нельзя играться с моей жизнью, на которой ребята из охраны всегда мне говорили. А ты поговори с премьерами, поменяйте закон. Мы по-другому не можем. И тогда я вспомнил один очень интересный случай. И тоже спросил ребят из охраны, поскольку в перерыве между событиями мы же общались неофициально. Я спросил, не помню, господин Филат или господин Гимп. В 2009 году они пришли к власти на вольне сильного протестного движения в обществе. И они были любимцами народа в определённом смысле. И, конечно, они тоже делали обещание, что избавиться от этого сопровождения, от этих всех кортежей и всё такое. И, по-моему, господин Гимп оттолкнул даже пару раз охрану. Он говорит, что вы за мной ходите. Я же люди танцуют в хору, я с ними, а вы всё время со мной ходите. И кто-то из бодигардов взял на себя смелость и сказал, господин Гимп, мы обязаны соблюдать закон. Вам ничего не стоит поменять закон, внести соответствующую законодательную инициативу, что первые лица в государстве или председатель парламента, исполняющие обязанности президента, каким он был, не должны сопровождаться людьми охраны. Здесь есть очень маленький нюанс. И с этой точки зрения я, конечно, на стороне этих ребят из охраны. Я понимаю, что они обязаны соблюдать закон. Но с другой стороны, что я заметил во время этих моих поездок, печальных, потому что они всегда мне доставляли огромные неудовольствия, если можно так сказать. Я не любитель больших скоростей. Сам по жизни, когда вожу, я всегда соблюдаю определённые лимиты. Я обратил внимание, что всегда одна машина, которая ездила впереди, она всегда с левой стороны выходила на вторую полосу. Да, она отсекает в следующий раз. Да, и то есть они занимали две полосы. Они, кстати, рискуют, подставляют себя для того, чтобы защитить себя. Да, да, они себя подставляют и не рискуют жизни, чтобы охраняемое лицо не подвергалось опасности. На участках дороги, где две полосы, обычно из того, что я видел, из моих наблюдений, я не специалист в этом области, но я тоже был в этом кортеже не один раз, они вторую полосу либо приостанавливают, либо снимают с движения тех больших грузовиков. С этой точки зрения, мне, конечно, обратило внимание... А почему сейчас это не было сделано? Вот то, что говорил Дом Мацеран и подтвердил Дом Нубатрынча, это, скорее всего, выявит расследование, потому что это факты, которые даже мне, как простому журналисту, вызывают у меня некоторые вопросы. Я, конечно, не стану утверждать, что было это покушение, был несчастный случай. Пусть следствие разберётся, но есть неясности, которые бросаются в глаза. И по поводу того, что вы спросили, Людмила, каково будет окончание, я не знаю, всего этого дела. Я спросила, насколько справедливым будет следствие. Верите ли вы в то, что следствие будет справедливым? А вы знаете, я вам напомню другой случай, про который я, к сожалению, очень внимательно рассматривал все высказывания вчера и сегодня. И, к сожалению, я не увидел ни одно напоминание об этом случае. За неделю до парламентских выборов 2004 года аналогичный случай произошёл с Владом Филатом. Потрасили ушень. Также машина, там были две полосы, если я помню, уже прошли четыре года, и одна машина вышла навстречу и ударила машину господина Филата, которая перевернулась. Там были пострадавшие, самый бывший премьер Филат пострадал. И где окончание? Чем всё это закончилось? Вот, господин Циран, увидите, к вашим словам как-то это не очень нравится, да? Или, например, я сегодня... Пессимистичный прогноз. Ну, я исхожу из того, что... Извини, пожалуйста, Игорь, в нашем обществе бардак. И, по-моему, это вяжется просто, так сказать. Или я напомню ещё пару случаев. Конечно, я не стану утверждать, это были покушения. Но очень странно, что происходит с политиками молдавскими на молдавских дорогах. Господин Георгий Гимпу, брат господина Михаила Гимпу, погиб во время избирательной кампании в ДТП. Григорий Сырбу в 2007 году, видный депутат Демократической партии, погиб во время ДТП, он руководил, по-моему, Кривлянским или Новоанлянским районом, где-то в центре в Молдове. Потом, госпожа Стратан, нынешний депутат Демократической партии, она имеет, насколько я знаю, я боюсь ошибиться, если что, я прошу прощения, но она имеет инвалидную степень именно после ДТП. В 2010 год, Владимир Цуркан, лидер партии «Единая Молдова», если вы помните, да, я эту ситуацию, кстати, тоже комментировала, тогда вы помните, да, машина настречилась, лепила, все, перевернулся, на больничной койке человек провел. Вам не кажется, что многовато покушений набирается? Так мы не говорим, я не говорю, что это покушение, но обращайте на себя внимание, что много политиков в ДТП попадают в Молдове. Покушение — это несчастный случай, это, конечно, пусть компетентные органы скажут. Хорошо, я хочу, чтобы сейчас к нашей дискуссии присоединился господин Рар, Александр Рар, я думаю, он не нуждается сейчас в представлении, мы и его спросили, что он думает по поводу этой ситуации, и вот какой комментарий у нас получился. Во-первых, нужно сказать, что прецидентские кортежи редко попадают в такие дорожные происшествия, и вообще не попадают нормально. И поэтому сама эта ситуация выглядит действительно очень странной, и поэтому мне кажется, что нужно приложить, в первую очередь, в интересах Молдавии, не только внешнего мира, Молдавии, всю энергию, всю силу для того, чтобы выяснить все обстоятельства этого происшествия. В ситуации вызывают, естественно, очень многие вопросы, потому что мы все знаем, что у президента есть определенные недруги, тоже вокруг него. И поэтому вот всего этого, чтобы не ползли бы дальше с полухи, не говорилось про то, что, может быть, где-то кто-то пытался организовать какое-то покушение на первое лицо в государстве. Нужно провести как можно скорее объективное исследование, расследование всего, что произошло. И это опубликовать, транспарентно провести, опубликовать это как можно скорее, и сделать это с достоянием всей общественности. Господин Саранов, вот еще одно мнение, тоже странности какие-то подмеченные, точно так же говорят о необходимости беспристрастного расследования. Вы совсем согласны в комментарии господина Рара? Ну, практически повторил то, что сказал я. Необходимо быстро провести расследование, чтобы, так сказать, этот случай не служил поводом для предвыборной кампании, а, так сказать, встал поводом к размышлению, чтобы в будущем подобного рода больше не происходило. Потому что, ну, как-то вписывается, конечно. Я никого не хочу обвинять, но как-то так удачно совпало. Я думаю, что найдутся, так сказать, специалисты, которые вместо покушения начнут говорить о том, что это чуть ли не было подстроено для того, чтобы какие-то... Да говорят уже, что это было ради пиара. Ну да. Да, говорят. Я уже прочла такое. Ну да. Конечно, это полный бред. Да. Но из этой точки зрения, разумеется, то, что вы уже сказали, то, что мы тут все подтвердили, быстрое профессиональное следствие, нужно расставить все точки. И этот вопрос должен быть закрыт. Пожалуйста, Ксения Альбович. Вот это вчера красной линией, красной нитью проходило выступление и высказание большинства правых политиков в Молдове, что чуть ли не это не пиар. Вот только забывая о том, что он в этот момент ради пиара, так называемого, как говорят правые партии, предэлекторального, ехал со своими близкими, со своей супругой в машине. Вот эти деятели правые, почему-то их дети, их близкие в Европе вместе с недвижимостью, а Додон якобы ради пиара это делает. Ну, конечно, это абсолютно нелепо, и все видят и комментарии, в том числе, что это абсолютно непрофессиональные действия, действия органов государственной охраны, которые подчиняются правительству, подчиняются власти и так далее. Если кто-то и хотел использовать это в электоральных целях, то как раз с обратной абсолютно целью, чтобы Игорь Додон не мог заниматься компанией, так как он два дня назад заявил, что он идет в эту компанию во главе списка партии социалистов. Соответственно, там, не дай бог, но это могло вывести из равновесия и фактически создать нам серьезнейшие припоны для участия в этих выборах. И понятно, что уже о выборах речи бы и не шло, если бы, не дай бог, случилось то, что... Поэтому в электоральных целях-то используют правые политики, которые вчера показали, что ни морали, ни этики у них нет, потому что десятки их сторонников, причем мы сейчас проводим работу и опубликуем в ближайшее время, 70% тех троллей из комментариев, то есть созданных правыми партиями фейков, мы эту всю работу исследования опубликуем, которые радовались тому, что вот произошло с президентом и выражали, выражали сожаление, что вот так плохо закончился этот ДТП, что вот надо было, чтобы он по-другому закончил, закончилась эта авария. Мы это все опубликуем, продемонстрируем, на каких политиков эти тролли работают и так далее, но тем самым эти политики продемонстрировали полное отсутствие и морали, и этики, и принципов. Они тем самым продемонстрировали, что им нечего предложить позитивному этому обществу, они не могут быть нравственным ориентиром, потому что выражать, мы продемонстрируем это все на многочисленных фактах в самое ближайшее время, выражать сожаление, что президент выжил, либо говорить о пиаре тогда, когда он передвигался по привычному маршруту со всей своей семьей, не хочется им желать такого пиара. Пожалуйста, вызывайте своих детей и близких из Европы и занимайте пиар. Поэтому абсолютно очевидно, что накануне тех важнейших событий, визит Эрдогана и президента Турции, открытие президентуры, и молодороссийский бизнес-форум, и накануне вот этого всемирного конгресса семьи с патриархом Кириллом, абсолютно очевидно, что Додону хватает повестки дня, ему хватает рейтинга, доверия населения, чтобы не использовать вот такие абсолютно трагические поводы. Но, безусловно, большое количество оппонентов, безусловно, большое количество недоброжелателей, для которых победа социалистов, победа Додон на парламентских выборах, это будет просто личной трагедией, трагедией всех тех партий, которые сегодня продвигают определенные силы из-за рубежа. И еще раз повторюсь, вот именно ДТП это один из самых распространенных методов спецслужб для того, чтобы избавляться от неугодных политиков. Вы говорите о ДТП, тут очень многие вспомнили о том, что три дня назад машина Иона Чебана тоже побывала в аварии. Здесь как-то тоже уже люди начинают все эти моменты сопоставлять. Причем немножко в другой ситуации. Но, опять же, это констатировала уже дорожная полиция, о том, что автомобиль, который вышел навстречу машине господина Чебана, он вышел нерегламентированно, он вышел на перекресток, тогда, когда должен был проехать автомобиль господина Чебана. Вот одна из версий, ее озвучил сейчас господин Батрынча, это то, что вот действительно скоро выборы, вот он говорит, что это все как-то будет использовано. Господинцы рано, может быть, сильно рано как-то социалисты начали эту преэлекторальную кампанию. Смотрите, что они делают. Они сейчас вот в районах, они были в субботу и воскресенье, они едут туда, они организовывают там акции протеста, и там же, значит, большинство людей выбирает их независимыми кандидатами. Я правильно все изобретаю? Нет, выдвигают кандидатов по кругам, да. По кругам? От партий. Совершенно верно. Вот как вы это можете прокомментировать? Очень просто. Любая нормальная политическая партия начинает предвыборную кампанию на второй день после выборов. Это вполне естественно. А то, что наши законы там что-то пишут, где-то какие-то ограничения и прочее, все это чепуха. Ну да, действительно, нельзя использовать телевизионное время. Тебе никто его не даст. Ты его получишь только в рамках предвыборной кампании, когда есть законодательные условия. А все остальное партия делает то, что считает нужным для победы. И в этом смысле... Сама модель все-таки новая, да? Смотрите, акция протеста, вот они организовывают, потом избирают... Вот как вам это идея? Единственное, что странное, что протестуют люди, которые находятся у власти, как-никак одна из центральных институций. А они протестуют против 9 лет нахождения у власти альянса. Протесталистов находятся в оппозиции правящему режиму. Это ваша трактовка. Реальность несколько иная. Но в парламенте есть правящее большинство. Ну да, есть правящее. А мы находимся в оппозиции. Где мы когда-то с ними создавали коалиции правящие? Посмотрите, пожалуйста, кто в президентуре занимает центральные кресла. Президент победил на выборах, но власть его ограничила в полномочиях. Ну да, ограничено. Но у него есть властные полномочия. Какие? Например... Послушайте, господин Матвейдин. Нет, ну это же дискуссия. Я не то, что вас пытаюсь... Это дискуссия, полемика. Но его же лишили и СИПа, и госохраны. Например, я могу... Его лишили всех полномочий. Ну да, лишили. Лишили, потому что так сошло парламентское большинство. Значит, парламент руководит. Вы когда будете парламентским большинством, вы тоже порешаете. Кстати, когда господин Додон был членом парламентского большинства коммунистического, я был в оппозиции. Я хорошо помню, как они издевались над оппозицией. Поэтому в этом отношении... Во времена партии коммунистов Додон не был депутатом, он работал только в правительстве. Додон был членом команды. В партии коммунистов. В правительстве. Не будучи членом партии. Как-то не будучи. Я помню очень хорошо, как он вручал. В 2011 году он вступил. В самом конце уже практически перед уходом. Он был членом команды. Членом команды, да. Он олицетворял парламентское большинство правительств. О чем говорить? И вы помните случай, когда он позволял себе менять правила во время игры и осуществлять прессинг на доппозиции? Конечно. Например? Ну, например, когда приватизировали... Игорь, подключайся, а то это будет долго. Когда приватизировали отель. Так сказать, как он называется? Кодру. Это не было решение Додона. А что решение было? Кто руководил комиссией по приватизации? Это было решение, согласованное с президентом тогда страны. И, кстати, президент страны это и не отрицает. Ну да, а кем был Додон? Он не был членом команды президента страны. Что бы сделал нормальный политик, господин Батренчев, когда увидел, что совершается, так сказать, нарушение закона? Кстати, это было признано потом. Сам Додон признал. Да, он признал по коду. В отставку надо подавать, господин Батренчев. Кому? Тому, кто увидел, что нарушается закон. Друзья, допустим, мы поговорим больше о сегодняшней теме. Я предоставила вам возможность. Додон, которая была оппозицией прикоммунистов, приватизировали в десятки раз больше. И предприятия, и аэропорты, и банки. То есть вы полагаете, что одни преступления прикрывают другие преступления? Нет, 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 я пытаюсь понятия. Вы это осуждали так же? Подключайтесь к беседе. Конечно. Если можно, в основном, о тактике социалистов, которые сейчас используют в преэлекторальный период. Кого-кого, а меня били все со всех сторон за то, что я категорил. В преэлекторальный период. Кстати, вы знаете, что меня не пускают на некоторые телевидения? Знаю. В отличие от вашего телевидения, которые меня приглашают. И тем самым демонстрируют какой-то определенный плюрализм. Есть телевидение правых партий, которые близко меня не подпускают. Вы не расстраивайтесь, господин Сарам. Вы ничего не потеряли. Господин Волницкий, мне вот преэлекторальная кампания интересна. Да, вы знаете, я это связываю с одним заявлением, которое президент Додон сделал чуть раньше на другом телевидении. И, по-моему, несколько недель назад, в августе, он заявил, что, возможно, дата парламентских выборов будет изменена. То есть чуть-чуть ближе. Он так не исключает. Не исключает, да. Возможно, я так и сказал. Я думаю, что и президент, и партия социалистов, когда начали эту предвыборную кампанию, если можно ее так назвать, кампанию по выдвижению кандидатов в одномандатных кругах, они учитывали и такую возможность переноса дата выборов в том смысле, что ее можно перенести только ближе. Дальше уже некуда. День или два тому еще возможно, но я не думаю, что это логично и реально. И с этой точки зрения я вспоминаю и другой аргумент, которым вертели те, которые подхватили идею президента. И этот аргумент в чем состоял? Что если протесты проевропейской оппозиции, которые были 26 августа, будут не такими уж масштабными, чтобы напугать власть, власть, возможно, переведет эту дату ближе. Скорее всего, наверное, господин Батрынча скажет, если имеет полномочия, скорее всего, социалисты учитывали и такую возможность и решили, что их нельзя, не нужно застать врасплох. И пусть лучше все будут подготовлены кандидаты по одномандатным округам, избраны, протесты подготовлены для того, чтобы мобилизовать и электорат, и не только электорат, но и членов партии, которые будут подключаться напрямую в эту кампанию. Я так вижу, что это связано с заявлением президента. Но, возможно, это только мое мнение. У вас есть полномочия сказать, господин Батрынч? У меня есть полномочия сказать свое субъективное мнение. Я абсолютно согласен с тем, что сказал господин Волницкий. Я понимаю и аргументы господина Церана о том, что до 2009 года тоже были определенные недоразумения. Но если сравнивать с тем, что после 2009 года, если бы коммунисты использовали тогда те же методы, которые нынешняя власть, меняя Конституцию, под себя интерпретирует через Конституционный суд, принимая парламентским большинством решения, которые вступают сразу же в силу для этого же парламентского большинства, то, я думаю, коммунисты были бы еще лет 40 во власти. Но, к сожалению, данная власть последние 9 лет, вот этот режим, который менялся постоянно, но оставался тем же по сути, она приучила и избирателей, и людей, и международных партнерам к тому, что правил не существуют, их можно менять в любой момент. И можно менять эти правила под себя, что нарушает базовый правовой принцип, что изменения, допустим, электоральные, либо изменения в полномочиях органов, они вступают в силу с момента будущего созыва. То есть не могут под себя политики принимать решения, под себя любимых, для того, чтобы было удобно. Поэтому мы действительно учитывали сценарий, который вехикулируется, ходит и широко обсуждается в обществе о том, что в любой момент от демократов можно ждать сюрпризов. И они могут вполне возможно в конце сентября, либо начале октября на первом заседании парламента могут просто решением большинства за 3-4-5 минут, как они обычно это привыкли, созвать, допустим, ночью кто-то там придумал, и поменять дату выборов. Поэтому мы действительно одержим организацию нашу в Томасе, мы очень много времени проводим в территориях для того, чтобы быть готовыми к выборам, для того, чтобы у нас были достойные люди, которых мы выдвинем, и мы готовы в любой момент к проведению выборов. Я еще все-таки господин Церанов не спрашивала по поводу даты выборов, мне интересно ваше мнение, у нас уже время практически вышло. Вот такие аргументы. Ну, это вполне реально. Все, что происходит в нашем политическом поле в последние годы, говорит о том, что субъективизм и политическая воля превалируют над законом. Это же совершенно очевидно. Поэтому это вполне возможно. И я бы, так сказать, на последнее хотел бы похвалить партию социалистов. Я думаю, это самая организованная партия сегодня в Республике Молдова. У него есть очень серьезные шансы победить на выборах, хотя я им этого не желаю. Да, но это реальность. Это реальность. И всем остальным, которые, так сказать, жаждут попасть в парламент, а может быть даже создать правительство, и в какой-то мере нужно брать пример с партии социалистов. Я в первую очередь имею в виду их организационные, так сказать, методы. Потому что политические методы партии социалистов, они желают куда много лучшего. Но я думаю, что это тема другого разговора. Благодарю вас. Время наше вышло. У нас немножко так вот получилось. Мы и о том хотели поговорить, и о том. Мы очень много успели все-таки затронуть вопросов. Вы знаете, вот это ДТП, которое произошло, я не знаю, вот у нас впереди действительно предвыборная кампания. Как-то, честно говоря, страшновато. Потому что вот так вот все это начинается. И у нас в стране, как вы все говорите, в принципе, возможно все. Как говорится, все мы начинаем по этому поводу переживать. Спасибо за то, что вы пришли, за то, что спорили, за то, что излагали свою точку зрения. Ну и я думаю, что я от всех сейчас скажу, что президенту мы желаем здоровья, его близким здоровья. И все-таки хороших людей у нас в стране гораздо больше. Я в этом абсолютно уверена. Спасибо большое. Еще бы было хорошо, чтобы он был не только президентом социалистов, а все граждане. Господин Церанов не мог этого не добавить. Я желаю вам доброго вечера. И до свидания. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова